Здравствуйте, Татьяна, приветствую вас. Давайте сначала разберемся все-таки в цифрах, обсудим масштабы бедствия. Так все-таки один разорившийся туроператор, либо их все-таки уже много, половина ушли с рынка, как говорят в ассоциации, непонятно. Ну, начнем с того, что вы начали новости с Canaisis Travel. Это был достаточно такой некрупный туроператор и специализировался действительно на экзотических странах. И учитывая, что ни один турист не пострадал от деятельности, просто они тихо, спокойно свернули свою деятельность и посчитали, что невыгодно больше заниматься туризмом. То есть, как правило, сейчас уже более равномерно распределился рынок, ушли туроператоры, которые считались ненадежными, и ушли те, которые считают, что турбизнес для них неприбыльный. То есть, все-таки не один разорившийся, правильно? Не один. А сколько? Рынок очень хорошо. Хорошо, что в марте не продлили лицензию, исключили из реестра около 370 компаний. Да, совершенно верно, потому что сейчас страховые компании неохотно страхуют туристических туроператоров. Поэтому остались те, которые считают страховые компании надежными. Чем самым подчистился рынок. А все-таки это половина, не половина? Ну, если даже половина, то ничего страшного. Нам хватает всех партнеров. Как ничего страшного? Это же минус направления. Минус возможности для туристов. Это не минус направления, это просто будет отсутствовать демпинг, который присутствовал в прошлом году, из-за чего были банкротства. Но это вам ничего страшного, а туристам страшно. Туристам очень даже это и на руку. Потому что сейчас у них ограничился выбор в лучшую сторону. Как это объяснить? Поясните, как это? Давайте поясните, непонятно. Сейчас объясню. Сейчас остались на рынке только крупные и надежные туроператоры, с которыми не страшно путешествовать. Ну, то есть туристы становятся более застрахованы от тех ситуаций, как в прошлом году мы наблюдали. Совершенно верно. Сейчас мы стараемся вообще страховать каждого туриста от невылета отдельным страховым полисом, уже в турагентстве. А все-таки в чем причина вот этой самосанации рынка, о которой вы говорите? Это все-таки финансовые сложности, либо усилия правительства каким-то образом. Как вот сейчас скажу, Олег Сафронов, кажется, сказал в... Падение спроса. Да, Олег Сафронов заявлял в мае о том, что турпоток из России в Европу снизился не только из-за неопределенной геополитической и экономической ситуации, а что снижение выездного потока объясняется ростом внутреннего туризма. Есть такая зависимость? Согласна, да. Внутренний туризм у нас развивается достаточно гармонично. Но я бы не сказала, что за границу стало ездить меньше народу. Нет такой тенденции? Нет такой тенденции. Как ездили, так ездят Турция, Испания, Греция. Сейчас еще добавилось Крым с перелетами достаточно комфортными. И Сочи со своими завышенными ценами. Ну а все-таки в ассоциации туроператоров сообщают, что был спад, и причем он увеличился на протяжении зимы. Допустим, если в январе он был на уровне 14% к предыдущему январскому периоду, то в феврале уже 30%. Вы не отмечали таких... Ну мы сейчас уже живем в мае месяц, и сейчас идет прирост туристов. Вот, и даже достаточно дальние бронирования и на сентябрь идут, и на октябрь, и даже на Новый год. То есть мы, как недостаточно небольшое агентство, наоборот, ощущаем определенный прирост. То есть прирост есть? Из-за того, что курс доллара и евро падает, и, соответственно, стоимость путевок дешевеет на европейские направления, за границу. То есть таким образом мы исключаем прирост и, наоборот, снижение туристических потоков как причину для вот этой санации туррынка. А что же тогда в корне-то лежит ухода компаний с рынка? Уход компаний? Я же с самого начала объясняла, что туроператоры посчитали невыгодным ведение бизнеса дальше, продолжение вытягивать свой бизнес с кассовыми разрывами. А почему невыгодна? Потому что курс валют, спрос не такой, как был в прошлом году. Сейчас уже ценовых войн нет на рынке. Нужно выходить на рынок с качественным продуктом и, соответственно, цена качества, чтобы была более-менее стабильной. Вот сейчас мы уже не видим таких горящих предложений, как в прошлом году в Грецию, в то же самое, за 12 тысяч рублей улететь полным пакетом. Ну было бы неплохо улететь в Грецию за 12 тысяч полным пакетом. Потом бы тогда следующие туристы не улетели, и была бы опять череда банкротств. Вот такая занятость. Хорошо. Конечно. Прямо сейчас к нашей беседе присоединяется основатель сайта о предложениях для самостоятельных путешественников, пиратер с руком на прямой связи со студией, Никита Морев. Никита, я вас приветствую. Скажите, пожалуйста, вы, как люди, которые помогаете путешественникам самостоятельно бронировать туры, выбирать предложения, что скажете, вот поток именно таких самостоятельных путешественников, он растет, увеличивается? У вас пользователи как себя ведут? Здравствуйте. Пользователи у нас себя ведут по-разному. Это можно сразу с уверенностью сказать. Мы не просто помогаем людям выбирать какой-то туристический продукт. Мы на самом деле публикуем информацию как о горящих турах, так и информацию для самостоятельных путешественников. То есть возможности забронировать авиабилеты, скидки на гостиницы и прочую полезную информацию для самостоятельных путешественников. И поэтому мы видим интерес на самом деле как к одному сегменту рынка, так и к другому сегменту рынка. По самостоятельному туризму мы видим существенный рост интереса, потому что как раз с большим количеством банкротств туроператоров произошло определенное сокращение туристического продукта. И более того, все равно любое ограничение или снижение конкуренции, оно приводит к определенному росту цен. Ну, как вот уже было отмечено, да, сейчас гораздо меньше горящих предложений о том, как можно улететь в Грецию полным пакетом с 12 тысяч. Они, правда, все равно есть, но существенно меньше по сравнению с тем, что мы наблюдали в прошлом году. Именно поэтому люди ведут себя достаточно разумно. Они пытаются найти другие способы, как все-таки спасти свой отпуск, свою поездку и по-прежнему продолжить путешествие. И мы им эту возможность предоставляем, поскольку мы пишем исключительно о действительно дешевых предложениях, скидках и так далее. Мы видим большой рост интереса, на самом деле, в течение последнего года к данной теме. И поэтому можно сказать, что какая-то часть туристов ищут такую возможность и переключаются на самостоятельный туризм, не пользуясь услугами туроператоров. Антикет, ну вот вы хотели попарировать, Татьяна? Давайте. Если мы углубимся немножко в сезон, не факт, что самостоятельные туристы более выгодные билеты найдут или предложения на гостиницы, на размещение. То есть в составе пакета я считаю, что все равно выгоднее лететь в ту же самую Турцию, Египет, Грецию. Согласитесь? Я абсолютно с вами согласен. Дело в том, что по результатам нашего мониторинга можно с уверенностью сказать, что это зависит от направления. Дело в том, что наиболее популярные направления, те направления, которые характеризуются большим количеством чартеров, как правило, они действительно выгоднее для покупки в качестве пакета от туроператора. Это прежде всего Турция, Египет, Греция и далее. По поводу всех остальных направлений, там уже есть варианты, допустим, даже Испания, она уже, существуют варианты, которые позволяют выбрать и самостоятельный туризм, как бы примерно в суммы, сопоставимые с пакетом. При этом самостоятельный туризм... Да, Татьяна поднимает руку, разрешает. Но я бы предложила все равно для начала сравнить. И как самостоятельный туризм, и так же составить турпакеты. И всегда мы это делаем вместе, просчитываем со своими клиентами. Как выгоднее? Билет отдельно? Дорогие эксперты, предлагаю вот еще какую точку зрения, вот еще какую обсудить. Аспект Татьяна сказала о том, что вот та санация рынка, которая сейчас происходит, она туристам скорее на руку, чем нет. Никита, ваше мнение на этот вопрос? Хотя вы далеко находитесь в жаркой Мексике, у вас, наверное, позитивный взгляд на вещи, но тем не менее. Нет, на самом деле, как бы, любую проблему можно рассмотреть с двух точек зрения. Всегда есть какие-то позитивные стороны, можно выделить, всегда есть какие-то негативные стороны. То, что касается позитивных сторон, да, я в этом плане согласен. Действительно, сейчас риски при покупке туристического продукта от туроператора, они снизились, потому что рынок действительно очистился, произошла санация, и сейчас, покупая туристический продукт, турист может быть практически на 100% уверен, что он действительно улетит, в отличие от того, что происходило в прошлом году. Мы, например, честно могу сказать, в этой логике в течение полугода про турпакеты не писали, потому что действительно мы стараемся оберегать наших пользователей от каких-то очень рискованных движений. И действительно, вот на нашем сайте мы приняли решение, и в течение полугода действительно пакетные предложения не публиковались. Сейчас мы снова это начали делать, потому что мы видим, что, во-первых, к этому есть интерес, во-вторых, это действительно выгодно. Соответственно, с точки зрения негативной, ну, я вот честно могу сказать, что я люблю путешествовать дешево, и мне очень нравилась возможность улететь в Грецию пакетом за 12 тысяч или еще дешевле. Вот, а теперь такой возможности действительно меньше, поэтому есть определенные сложности. Более того, не надо судить исключительно по столице. На столичном рынке мы видим, что, да, есть определенные снижения, но, в общем и целом, ситуация нормальная. Да, Никит, спасибо. Ну, то есть надо взвешивать все-таки, что важнее, безопасность либо деньги. Я напомню, на прямой связи со студией по скайпу был основатель сайта о предложениях для самостоятельных путешественников. Никита Морев, Татьяна, наверное, последний вопрос. Как вы думаете, вот эта санация, она все-таки завершена, либо она еще продолжится? Я думаю, что еще продолжится, и это не должно нас очень сильно беспокоить, потому что мы как и не работали с ненадежными туроператорами нормальной агентства и крупной сети агентств, так мы с ними не будем работать. У нас есть определенный перечень, о котором знает, проинформирован каждый менеджер либо директор агентства, и есть рекомендации к туроператорам. Ну, то есть паники для повода нет? Конечно, потому что мы в первую очередь заинтересованы, чтобы наши клиенты улетали и возвращались, потому что все проблемы потом решаем по факту мы. Хорошо, когда улетают. Спасибо, Татьяна, вам. Пожалуйста. Я напомню в студии LifeNews. Татьяна Черникова, генеральный директор Центра путешествия, и мы обсуждали ситуацию в туристической отрасли России, пришли к выводу, что повода для паники все-таки нет.